Через твои руки будут совершаться великие дела. Божье послание для вас сегодня звучит так. Я, Господь, укрепляю тебя и делаю тебя великим. Перестань смотреть на свои ограничения, думать, что ты не способен, потому что я поднимаю тебя во славу имени моего. Это Божье слово для тебя сегодня. Примите это слово, примите это слово. Внимательно дослушайте это видео до конца, потому что вера приходит через слышание слова Христа. Вы уже подписались на канал? Здесь вы найдете слово, которое укрепит вас, благословит вас. Активируйте Динь-Динь, чтобы знать, когда у нас появятся новые видео, и оставьте свой лайк, чтобы это видео, этот канал могли расти еще больше. Наш Бог – великий, могущественный Бог. Верой мы понимаем, что все существующее было создано им через его слово. Бог, который открыл Красное море, он остановил солнце своей силой, он поверг великана, он разрушил стены. Нет другого такого Бога, как он, который творит чудеса. Он суверенен. Когда Бог действует, кто может остановить его? Это ваш Бог, и этот могущественный и великий Бог выбирает малые вещи, чтобы смутить великих. Он использует слабых, чтобы посрамить сильных, и он хочет использовать вас, через вашу жизнь, через ваши руки, он хочет совершить сверхнеестественное чудо. Он просто хочет, чтобы вы сказали, вот я. Это все, что ему нужно, это чтобы вы доверились ему и посвятили ему свою жизнь, сказав, вот я. Используйте это, если хотите, чтобы Бог использовал вас для совершения великих чудес. Затем напишите в комментариях, вот я. Посвятите себя, отдайте свою жизнь Господу, потому что он хочет использовать вас для совершения великих чудес вокруг вас, где бы вы ни были, куда бы вы ни пошли. Великие вещи будут происходить. Итак, напишите в комментариях, вот и я. В Библии говорится в книге Судей, глава 6, начиная с 11 стиха, что ангел пришел к человеку по имени Гедеон, чтобы передать ему послание от Бога. В этой истории мы имеем две точки зрения, два видения одного и того же человека, видение Бога, каким он видел Гедеона, и видение Гедеона, каким он видел себя. Слово Господа, посланное ангелом, гласило, я с тобой. Ты – великий человек, человек великого достоинства. Ты – могучий человек, ты – сильный, и твоими руками я избавлю народ мой от врагов его. Но Гедеон думал о себе так, я – жертва, я забыт Богом, я беспомощен. Я в руках моих врагов, я страдаю. Я беден, моя семья не может позволить себе меня, я маленький. Многие ли из нас видят себя подобно Гедеону, не надеясь ни на что в жизни? Но если ангел Господень пришел к Гедеону, то это потому, что у Бога было что-то важное, о чем он хотел с ним поговорить. Это видео пришло к вам, потому что у Бога есть что-то важное, чтобы поговорить с вами. Итак, оставайтесь в этом видео до конца, не покидайте его, пока не получите все, что Бог хочет сказать вам. Что-то важное, что-то большое. Бог хочет говорить с вами через это видео, и ваша жизнь никогда не будет прежней. Вы должны услышать все, что Бог хочет сказать вам. Не игнорируйте голос Бога. От этого зависит ваша жизнь. Если мы посмотрим на историю, на контекст, на все, что происходило с Гедеоном, как его грабили, угнетали его враги, мы поддержим его видение и скажем, действительно, ты неудачник, неудачник. Мы будем тронуты и даже будем плакать о нем. Но Бог увидел в Гедеоне потенциал, который был выше его проблем и трудностей. Бог увидел в Гедеоне огромный потенциал, а Бог видит в вас потенциал, который выходит далеко за рамки ваших обстоятельств. Вы смотрите на свои проблемы и видите эти огромные проблемы, вы смотрите на себя, вы смотрите на свою ситуацию и думаете, что вы не способны. Но сегодня мы говорим вам следующее. Внутри вы сильнее, чем снаружи.